Пациенты в роли манекенов в Александровской больнице медсёстры устроили фотосессию на фоне тяжелобольных. Им сверху видно, всё ты так и знай, на трассе Пермь-Березняки нарушителей будут выявлять с воздуха. Мир удивительных созданий. На выставке в музее «Алконост» можно увидеть самую красивую бабочку в мире и даже бабочку-выпивоху. Это новости на ТНТ в студии Артём Рахматолин. Здравствуйте. Пациенты в роли манекенов. К нам редакцию представили фотографии, сделанные в Александровской больнице. На снимках медсёстры позируют на фоне тяжелобольных людей, находящихся в бессознательном состоянии. Некоторые кадры вызывают как минимум удивление. Евгения Кокшарова отправилась в Александровск, чтобы разобраться в этой истории. Эти медсёстры, видимо, решили, что в больнице можно сделать много интересных фотографий о своей работе. Вот одна из них жонглирует клизмами. А на этом снимке девушки в белых халатах делают вид, что пьют донорскую кровь. Но творческая фантазия медсестёр этим не ограничилась. Они решили продолжить фотосессию в палатах на фоне тяжелобольных, находящихся в бессознательном состоянии. Одной из пациенток медсестра якобы измеряет давление. А глядя на эту фотографию, складывается такое впечатление, что медсестра упражняется в меткости, набрасывая кольцо на ногу пациентки. Для того, чтобы разобраться, что сподвигло медсестёр на такое творчество, мы приехали в Александровскую больницу. Для интервью с нами главный врач Татьяна Жакова пригласила старшую медицинскую сестру больницы и, собственно, самих героин скандальной фотосессии. По их словам, оказывается, медсёстры просто участвовали в конкурсе профмастерства. Я, как главная сестра больницы, получила, когда приказ из министерства, объявила здесь районный конкурс. Районный конкурс назывался, вернее, краевой, профессия доброты и милосердия. Мы здесь провели свой районный конкурс по всем отделениям. И девочки из реанимации и хирургии, они провели свою личную фотосессию. Сотрудники старались выступить, выполнить приказ министерства, выступить в этом конкурсе. Если что-то неудачно, какие-то фотографии, понятно, что на каждой фотосессии делается ряд серий фотографий. Поэтому отбирались, которые более привлекательны, которые могли пойти, но которые не совсем удачно, их просто забраковали, выбросили. По словам главного врача, ни одна из этих фотографий не прошла отбор жюри. Медсестры утверждают, что одним из требований конкурса было сделать оригинальные фото с юмористическим подтекстом. Вот и в своей работе, где боль и смерть – это будни реанимационного и хирургического отделений, девушки нашли время и место пошутить. Какие-то кидания, клизмы, как выразились там, жонглирования. Это все было шуточно. Чтобы профессия не казалась вот такой сумбурной, знаете, грустной, все печальной. Мы в реанимации работаем, там, извините. А чтобы вот как бы привлечь, ну, не в смысле вот этим жонглированием, а показать, что мы не очерствели, не чувствовали. Мы тоже люди. Медицинские сестры утверждают, что снимки с тяжелобольными пациентами делались в согласии их родственников. Ко всей этой ситуации Марина Шибанова и Татьяна Катаева вновь отнеслись не без доли юмора. У нас даже уже этих фотографий, значит, ждали удобный момент. Пиарили нас. Если уже у нас их нет, Татьяна Васильевна. Ну, у вас знаменитый. Еще один конкурс. Да, еще будет конкурс. Значит, следующий мы будем участвовать уже, наверное. Мы, наверное, как не будем. Конкурсы конкурсами, но главное в погоне за творчеством не забывать и про моральный аспект. Евгения Кокширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. В Березняках растет аварийность на дорогах. Причем все чаще виновниками ДТП становятся нетрезвые водители. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции сотрудники Березняковского ГИБДД. За четыре месяца этого года в Березняках зарегистрировано 82 ДТП. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В авариях погибли пять человек и 99 получили травмы различной степени тяжести. Большую озабоченность вызывает в этом году значительный рост так называемой пьяной аварийности. То есть аварии, совершенные по вине нетрезвых водителей. В данном конкретном случае по четырем месяцам мы выросли на 500% по сравнению с прошлым годом. То есть основной всплеск данной аварийности был в январе месяце. В связи с этим руководством Березняковского ГИБДД принято решение ужесточить контроль на дорогах. Так завтра в нашем городе будет проходить рейд «Опасный водитель». Сотрудники краевого полка ДПС и Березняковского ГИБДД совместно с бойцами ОМОНа выйдут на патрулирование улиц Березняков. За ходом операции будут наблюдать сотрудники главного управления ГИБДД из Москвы. И в продолжение темы, как сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД, 18 мая на трассе Пермь-Березняки пройдет необычный рейд. Сотрудники авиационного отряда будут фиксировать нарушения правил с воздуха. Для этого будет привлечен вертолет Ми-8Т. Фото и видеоматериалы, которые зафиксировали нарушения, будут передаваться на землю для составления протоколов. В случае, если эксперимент признают успешным, такое воздушное патрулирование может стать регулярным. Мир удивительных созданий. В музей Алконос приехала выставка «Живые тропические бабочки». На ней представлены порхающие насекомые из экзотических стран. Там можно увидеть не только самую красивую бабочку в мире, но даже бабочку-алкоголичку. Необыкновенную палитру живых красок оценила Евгения Кокшарова. На выставке в музее Алконос более 80 удивительных экспонатов. У каждой из этих прекрасных бабочек своя интереснейшая история. Например, уранья мадагаскарская официально признана самой красивой в мире бабочкой. А самые неуловимые создания бабочки-морфа получили довольно обидное прозвище. Ведь чтобы их поймать, люди приманивали их вином или забродившими ягодами. Бабочка на этот запах спускается, пьет, пьет, хамелеет, теряет немножко ориентацию, и люди ее ловят. И так она в народе уже сразу же облила прозвище «бабочка-алкоголичка». Сделать небольшой сувенир на память, посмотреть на мир глазами бабочки и разглядывать этих насекомых под микроскопом – здесь может любой посетитель. А фильм о том, как появляются на свет эти эфемерные создания, точно не оставит никого равнодушным. «Хотя фильм рассчитан на детское население, школьное, но многие взрослые увлекательно смотрят. Мало кто видел, на самом деле мало кто знает, как бабочка на самом деле появляется на свет. А в фильме показан полный процесс появления бабочки – от яйца до самой же, конечно, бабочки». Увидеть все воочию можно в инсектарии, из которого и появляются такие прекрасные бабочки, которые каждый день пленяют своей красотой и взрослых, и самых юных посетителей. Двухлетний Саша сегодня стал свидетелем маленького чуда. «Он даже увидел, как бабочка на апельсинке сидит, кушает. Очень его заинтересовало. Я вот тоже не знала, что они вообще едят. Оказывается, там бананы нарезаны, апельсины». Для того, чтобы в обычном зале музея порхали полсотни красивейших экзотических насекомых, здесь приходится поддерживать высокую влажность и температуру 28-29 градусов. Бабочки – существа хрупкие, но очень дружелюбные. Если вы хотите взять в руки бабочку, то категорически нельзя трогать ее за крылышки. Можно легко повредить такую красоту. Кстати, сейчас у меня в руках бабочка-птицекрылка. Она получила свое название за то, что ее крылья очень похожи на крылья птиц. По многочисленным просьбам посетителей, работу выставки продлили. Тропические бабочки будут гостить в нашем городе до 2 июня. Напоминаем, выставка проходит в музее «Алконост» по адресу Советский проспект 20. Музей работает ежедневно с 10 до 19 часов. Справки по телефону 26 36 52. Евгения Каширова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. На базе «Снежинка» с завтрашнего дня открывается прокат «Спортинвентаря». Любители активного отдыха смогут покататься на роликовых коньках и лыжах, а также на велосипедах. Прокат открылся на новой асфальтированной лыжероллерной трассе в Новожилово. Ее протяженность 2,5 километра. Весь инвентарь в пункте проката новый. Закупили различный инвентарь. От маленького велосипеда до большого. Ролики, лыжероллеры закупили. Также у нас есть защита, чтобы все было безопасно. Сейчас в прокате на базе «Снежинка» 50 пар роликовых коньков, 30 велосипедов, 10 самокатов и 10 пар летних лыж. Стоимость услуг от 40 до 200 рублей. Пункт будет работать с 11 утра до 7 вечера. Нерабочие дни – понедельник и вторник. Для того, чтобы взять инвентарь в прокат, необходимо при себе иметь паспорт. Сегодня мы подводим итоги нашей акции, посвященной Дню Победы Великой Отечественной войне. В наших выпусках мы показывали мемориальные доски героям-березняковцам. Телезрители должны были определить адреса домов, на которых они установлены. По итогам акции третье место досталось Андрею Першину, второе – Светлане Архиповой. А наибольшее количество правильных ответов дала Анастасия Осипова. Она и стала победительницей нашей акции и выиграла главный приз – фотоаппарат. Подарки предоставлены магазином «Технопрестиж» на юбилейный 111 и магазином «Хозяюшка» на Мира 54. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же прощаюсь. С вами был Артем Рахматуллин. Всего доброго и хороших вам выходных. Воскресенье в Березняках переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночи плюс 2, плюс 4 градуса. Днем 6-8 градусов тепла. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. В понедельник в наш регион начнет поступать более теплый воздух и температура повысится. Информация предоставлена центром ФОБОС. Купить кондиционер в Березняках? Теперь это легко и недорого. Советский проспект 2. Строймаркет Агроснаб. Все кондиционеры здесь. Технологии климата. Звони 29 25 99. Рушель Блаву приглашает на новую оздоровительную встречу лечебная сила звука. 22 мая в ДК имени Ленина. Начало в 19.00. Билеты уже в продаже.